А вот это что такое? Капуста. Умница. А вот это вот что такое, смотрите? Лук. Хорошо. Нарушение речи, движение, долгая терапия – все это спутники перенесенного инсульта. Врачи говорят, он может случиться и в 40, и в 30 лет, и на фоне полного здоровья. Кстати, неврологи не исключают, что у некоторых ковидных пациентов инфекция может спровоцировать инсульт. Коронавирус просто усиливает многие текущие патологические процессы. Усиливается эндотелиальная дисфункция при атеросклерозе. Ухудшаться может течение сахарного диабета в силу применения части препаратов. Может ухудшаться, допустим, состояние сердца, нарушение ритма. И тем самым, то есть те же самые причины могут вызвать инсульт. Даже сейчас в непростых ковидных условиях в региональном сосудистом центре круглосуточно оказывается нейрохирургическая помощь. Дежурные нейрохирурги, они всегда на месте. И тех больных, которых привозят именно по скорой медицинской помощи, у которых диагностируется геморрагический инсульт, мы их сразу направляем на консультацию к нейрохирургу. Иногда проводим консилиум. Правда, как сейчас врачам удается соблюсти правила золотого часа, когда скорые едут по несколько дней, а плановая медпомощь ограничена, непонятно. Скорая помощь, она подходит дифференцированно к тем вызовам, которые на нее ложатся. И они смотрят. Экстренная помощь, неотложенная помощь и так далее. Но вот принципиального какого-то изменения в отношении именно инсультных больных мы пока не видим. По словам сотрудников центра, за год в крае удалось немного снизить смертность от инсульта. Если в прошлом году от него скончались 1605 жителей, то в этом 1560. Самое главное, говорят врачи, не упустить время. Нарушение речи, движений, паралич рук, ног могут быть первыми звоночками болезни, которую слишком опасно игнорировать. Ирина Корчегина, Дмитрий Денисов. День с толком.